Вы говорите, Игорь, что нет каких-то рычагов давления, я имею в виду на милицию, но, допустим, испугались, ну, если так можно сказать, организаторы матча в то время, когда, ну, это не бойкот, да, раскрученный вот этот скандал, они испугались, что фанаты не придут, фанатского сектора не будет. Почему бы вот таким же методом, ну, уже настоящим бойкотом не выдвинуть какие-то свои требования по взаимоотношению с представителем органов правопорядка? Почему бы не пойти этим путем? Ну, во-первых, никто тогда не испугался. Не зря же вас на разговоры вызывали, правда? И не зря появилась новая должность. Мы не выдвигали. Ну, ладно, не будем это воротить. Это как бы не то, что это кто-то испугался, просто этот конфликт нужно было как-то улазить. Естественно, это было очевидно, что нужен диалог. И федерация была готова, мы тоже пошли на диалог, и нашли какие-то точки соприкосновения. Тогда же, ну, мы не пришли бы, да, фан-сектора не было. Ну, тогда же ведь не только наш фан-сектор возмутился, тогда все возмутились, там за несколько дней до матча там было продано в районе трех тысяч билетов. То есть там просто в этот момент вот настал такой какой-то выплеск всеобщего недовольства, да, вот он просто копился, так, ощущение, годами, годами. И вот, когда, казалось бы, вот она, Испания, чемпион всего и все, приезжает, а все говорят, а я не пойду туда. Мне чихать на эту Испанию, я хочу посмотреть белорусов, а то, как ко мне относятся на входе, и то, какие мне предоставляют условия сервиса, я туда не пойду. Вот. А насчет повлиять, ну, понимаете, во-первых, очень сложно, простите, нереально организовать какой-то такой всеобщий бойкот. Во-вторых, он даст сиюминутный результат. Был недавно, был матч со сборной Румынии несколько лет назад. Тогда вообще какой-то дурдом творился на входе, там эти знаменитые истории, когда ребенка заставили выкинуть бутерброды в мусорку, потому что не было команды их бы пропустить. Тогда совпало так, что был такой всеобщий белорусский клубный бойкот, когда фанаты всех клубов высшей лиги, частично там первой, отказались ходить несколько туров на матчи, тогда в федерации все собрались, были тогда еще не вывоз был председателем федерации, собрались, побеседовали, что-то там пообещали, как всегда. Следующий матч, я не помню с кем был, милиция шелковая. Здравствуйте, пожалуйста, приносите что хотите сюда, идите, в перчаточках тебя обыскивают. Еще пару матчей примерно такого же уровня, потом опять все забылось, по новой, опять собирать круглый стол обещания. Ну, это не путь. Ну, то есть все-таки какие-то такие позитивные моменты есть, и влиять все-таки можно? Нет, это кропка, вот без бойкотов, как думаете, можно нам пройти до нормального, до нормальной супрации? Капи люди ходили более, потому что на внутренние матчи не так, что мы от людей все-таки ходим в Беларуси. Это истотная проблема, про которую мы можем сказать. Тут, понимаете, тут, конечно, вопрос милиции стоит серьезно, остро, но когда мы говорим про внутренние соревнования, надо еще не забывать два немаловажных фактора. Во-первых, это сервис наших стадионов, инфраструктура, не каждый хочет пойти на условный Атлант, на Вополоцке, на футбол, ну, я образно говорю, да, либо там на трактор, да. Всем хочется пойти на стадион уровня, хотя бы в Гомеле. Это что касается инфраструктуры, потом ты приходишь, ты получаешь 2-3 максимум палатки общепита, которые даже придя 3000 пусть по чечению, да даже 1000, ну, представляете, что на 1000 еще две палатки общепита в обед покушать. Причем частично, ну, не частично, часто там нету горячего чая в холодное время года. Вот такие вот, назовем все общим сервис, да, его не хватает на белорусских стадионах. И, ну, глупо отрицать, это уровень самого чемпионата. Почему один из факторов, почему Минская Динамо имеет такой постоянные 15 тысяч там, да, это КХЛ. Потом у них, ну, имеем сервис на Минской арене, то, что я говорю, нету, и у них намного лояльнее все-таки вот это отношение милиции к болельщику. Насколько я знаю, ну, я просто на хоккей редко хожу, но в чаше, вот именно в самой арене, по-моему, милиции нету, либо она и очень мало. Её очень мало. Скажем так, они достаточно хорошие расстроятся. А на футболе перед полем всегда лицом к тебе стоит милиционер, а в нашем обществе милиционер, какой бы ни был хороший, на самом деле, семьянинный, там, добрый человек, он всегда будет вызывать агрессию. Будет. Но у него на лице не написано, что он сейчас придет домой, у него два ребенка, он их будет с ними в сечер играться. Для тебя он милиционер, который... Закрывает обзор. Закрывает обзор, и который видит в тебе потенциального агрессора, потенциального нарушителя правопорядка. Особенно, если мы говорим о ОМОНе. Потому что все-таки большая часть нареканий идет именно к ОМОНу. Очень часто дает, ну, слышишь такие, что пусть простые рядовые милиционеры будут, с ними, как бы, можно поговорить, договориться, найти общий язык. С ОМОНовцами очень сложно найти общий язык. Как объясняют иногда в беседах сами представители ГУВД, говорят, понимаете, они, у них работа, они ловят преступников опасных, там, кого-то там. А потом, говорит, вот, приходят на футбол, и они просто, наверное, не могут перестроиться или что.